Сегодня я расскажу одну из самых главных темных историй. Ты узнаешь, как изнутри устроена компания Valve, почему их модель работы без начальников привела к катастрофе, а также из-за чего в доте годами не фиксятся баги. Большая часть этого ролика основана на рассказе бывшего сотрудника Valve по имени Рич Гилдрич. Рич проработал Valve целых 5 лет и принял участие в разработке множества проектов, включая Доту и КС. Ну а чтобы этот рассказ не был слишком однобоким, я дополнил его фактами из реальной истории Valve, а также рассказами других бывших сотрудников. Итак, многие из вас наверняка слышали о новаторской модели работы Valve без начальства. Здесь все равны и каждый волен делать то, что ему по душе. А еще эти великолепные столы с колесиками. Надоело тебе работать над условным КСом? Просто переезжаешь в офис напротив, и ты уже в команде разработчиков Half-Life. Ну ведь сказка же! Только вот в реальности все далеко не так сказочно. У Valve вместо начальства есть так называемая корпоративная рука, которая все контролирует. Это небольшая группа людей со своей иерархией, состоящая из разных крупных акционеров, а также старших партнеров компании. Подожди, Морф, а где же на этой схеме акционеры и партнеры? Ведь тут все равны! Дело в том, что все акции Valve распределяются исключительно между ее сотрудниками. Их нет ни на бирже, ни у каких-либо сторонних акционеров. То есть в этой цепочке у некоторых людей имеется доля от общей выручки Valve. Как ты понимаешь, это дает им гораздо более широкие полномочия. Эти люди и есть та самая корпоративная рука, которая принимает все ключевые решения, а также следит за происходящим. Именно корпоративная рука отдала подряд на шанхайский мейджор компании Perfect World. Я про это рассказывал в недавнем ролике. Кстати, мне там в одном из топ-комментариев написали, мол, Perfect World это же идеальный мир. Получается, название не соответствует действительности. И знаешь что? Я решил проверить это заявление. Для этого я поставил Perfect World на свою мобилу. Не, ну а че? В 21 веке живем. Не с компажей формить мобов. С самого начала я реально обалдел от возможности редактора персонажа. Тут можно создать кого угодно. От волшебницы с топ-телом, топ-лицом, до рофло-эльфа с усиками. Что касается геймплея, в Perfect World есть все классические элементы ММО. Кучу разных скиллов, предметы, квесты. При этом ты можешь выбрать персонажа из шести уникальных классов со своей сюжетной историей. Есть здесь, конечно же, и уникальные фишки. Например, бои в воздухе и под водой. А еще тут прикольные синематики. И самое главное, все это доступно полностью на русском языке. Да еще и оптимизировано под мобильные телефоны. Кстати, в Perfect World недавно вышло обновление, где были добавлены новые локации, данжи, квесты и шмотки. А гильдии теперь могут объединяться в альянсы. Прямо как сотрудники Valve. Ну, об этом чуть позже. В общем, не знаю, идеальный это мир или нет, но мне было как минимум интересно. Да и чего ты все слушаешь? Проверь сам. Скачай Perfect World по ссылочке в описании и распробуй все прелести ММО на своем мобильном. Так, вернемся к Valve. О чем я там рассказывал? А, точно. Корпоративная рука, состоящая из акционеров и старших партнеров. Официальным начальством они, конечно же, не являются. Ведь это идет в разрез с идеей всеобщего равенства. Из-за этого обнаружить влияние корпоративной руки практически невозможно. Она появляется только когда что-то идет не по плану и вносит изменения очень незаметно. Люди из корпоративной руки не говорят ничего напрямую. Вместо этого они начинают дружить с некоторыми ключевыми сотрудниками и подкидывают им нужные идеи. Рич называет таких сотрудников баронами. И тут кто-то может возразить, мол, Морф, ну и что теперь? Все сотрудники равны, но есть ровнее. Действительно, только вот в обычной фирме, когда ты не знаешь, что делать, то просто обращаешься к вышестоящему начальству и получаешь новые задачи. Главное, выполняй эти самые задачи и все будет нормально. В Valve же обращаться не к кому. Ты сам выбираешь проект и ставишь себе задачи. Проблема в том, что нужно выбирать задачи, которые интересны корпоративной руке, а иначе тебя попросту уволят. Об этом я чуть позже еще расскажу. Получается, чтобы нормально работать в Valve, нужно сначала найти участников корпоративной руки, баронов и их круг общения, а потом потихоньку внедриться к ним в доверие. Кстати, найти баронов можно, например, наблюдая за людьми в обеденный перерыв, потому что тусуются эти ребята не с такими же разработчиками, как они, а с кем-то из корпоративной руки. Рич в своих записях сравнивает этот процесс с получением подарков от спонсоров в голодных играх. Пока у тебя есть протекция от кого-то из баронов, тебе не грозит внезапное сокращение. Добавок, из-за того, что в Valve нет начальников, тебе постоянно нужно договариваться с целой группой людей и приходить к всеобщему консенсусу. Если же ты решишь работать самостоятельно или в какой-то маловажной команде, тебя, скорее всего, уволят. При этом не важно, как хорошо ты выполнял свою работу. Еще один бывший сотрудник Valve, назовем его для простоты Иван, рассказал историю, которая это прямо подтверждает. По словам Ивана, в первые месяцы работы он никак не мог найти интересные задачи. Тогда один из старших сотрудников отвел его в сторонку и сказал, Ваня, я вижу, что у тебя душа не лежит к текущему проекту, так что советую перейти в другую команду разработчиков. И еще, подумай хорошенько над тем, что делать дальше, а иначе тебя уволят. Это, кстати, был один из инструментов той самой корпоративной руки. Она под угрозой увольнения буквально заставила разработчика сменить команду и проект, над которым он работал. Ну а так-то, конечно, да, Valve выбор свободный, делай, что хочешь. Иван воспринял все максимально серьезно, подготовил несколько крутых идей и через неделю вернулся к этому старшему сотруднику для дальнейшего обсуждения. И знаешь, что ответил тот самый сотрудник? Он очень разозлился, чуть ли не начал орать, что он не начальник Ивану и что тому явно не хватает уверенности, раз ему нужны указания о том, над чем работать. Получается, у этого сотрудника были полномочия уволить Ивана. Ну, или как минимум он с кем-то об этом общался. Но как только речь зашла о наставничестве и хоть какой-то маломальской ответственности, то он сразу же слился. Мол, он такой же, как и все, обычный работяга из соседнего офиса. А слышал ли ты когда-нибудь о гайдбуке Valve для сотрудников? Это якобы внутренний документ компании, слитый в сеть. Представляет из себя небольшую книжечку, где в подробностях расписано, как и что устроено Valve. Я уже показывал пару изображений из этого гайдбука. Только вот по словам Рича, этот гайд был придуман от и до отделом маркетинга для привлечения в компанию новых программистов. И с реальностью он имеет очень мало общего. Да ладно! Хотя кое-что важное я в этой книжечке все же нашел. Речь пойдет об оценивании результатов работы, а также размерах зарплаты. Смотри, участников каждой команды разбивают на небольшие группы и просят оценить друг друга. При этом твоя зарплата будет напрямую зависеть от оценок коллег, а их зарплата будет зависеть от твоих оценок. А теперь попробуй-ка прочитать между строк. Тебе как бы намекают, что в первую очередь нужно думать не о качестве работы, а о том, чтобы понравиться коллегам. Ведь если ты им не понравишься, то оценки будут низкими и тебя просто уволят. При такой системе чужие разногласия можно использовать себе во благо. Ну смотри, ты объединяешься с одной из сторон конфликта, гасишь всеми силами оппонентов и в благодарность получаешь хорошие оценки. При этом с точки зрения программирования ты ведь вообще не сделал никакой полезной работы. Еще один бывший сотрудник прямо указывает, что работать надо не над тем, что ты считаешь важным, а над тем, что считают важным твои коллеги. Причем не все коллеги, а наиболее старшие из них. Ведь именно в их руках сосредоточена масса возможностей. Правда, этого никто не афиширует. Рич подтверждает эту мысль, описывая регулярный процесс оценивания сотрудников. Тебя и еще нескольких коллег зовут в отдельную комнату и начинается оценка по разным критериям. За этим наблюдает кто-то из корпоративной руки. Только вот ведутся ли подробные записи этих оценок и каким образом они превращаются в зарплату, никто и никогда не говорит. По сути, выходит некая субъективщина на основе того, нравишься ли ты своим коллегам и делал ли ты то, что выгодно корпоративной руке. Спасибо, и удачи. Если ты им фиксишь баги, то тебя увольняют. Рич поясняет, что любую неприбыльную работу в Valve нужно максимально пиарить перед коллегами. Мол, смотрите какой жесткий баг я пофиксил, теперь у миллионов людей не глючит колесо рулетки. В идеале, так вообще, фиксы багов надо выставлять частью работы над будущей прибыльной фичей. По словам другого бывшего сотрудника Valve, при нем абсолютно все команды из-за бонусов работали только над получением прибыли с Доты, КСа и Team Fortress. До начала разработки артефакта, по сути, никто и не думал-то делать новые игры. Парочка разрабов пыталась экспериментировать с идеями для третьей халфы, но экс-сотрудник уверяет, что эта игра вообще никогда не увидит свет. К слову, про Half-Life Alyx я еще поговорю в дальнейшем. Одна из шишек Valve так и вообще заявила, что создание одиночных игр для Valve, по сути, невыгодно и не стоит потраченных сил. Например, Portal 2 принес Valve всего 200 миллионов долларов прибыли, в то время как косметика из одной только Доты приносит больше сотни миллионов каждый год. И это при том, что почти всю косметику делают не сотрудники Valve на зарплате, а обычные люди. А еще Valve работают по циклам длиной примерно в полгода. В конце цикла проводится волна сокращений, а также выдача бонусов. Соответственно, свои самые прибыльные идеи нужно успеть реализовать до конца цикла. Если же ты не успел, то лучше отложить эту идею еще на полгода. Ведь, допустим, ты эту фичу расскажешь в первый месяц после начала цикла, а потом ее кто-то доработает и банально присвоит себе. Или про нее вообще забудут. Именно поэтому в Доте сейчас нет хотя бы ежемесячных апдейтов, ведь это не дает никаких бонусов. Также из-за бонусных циклов некоторые интересные, но непрорывные идеи лежат где-то на полках годами. Разработчики просто используют их как запасной вариант. Если что-то пошло не так и основная идея оказалась недостаточной для бонуса, то этот разработчик показывает запасную. Поэтому не стоит ожидать много интересных нововведений в Доте сразу в одном патче. В общем, все эти бонусы по сути ведут к тому, что ты должен конкурировать с коллегами, которым ты еще и понравиться должен. Естественно, из-за этого люди делятся на противоборствующие группы, которые стараются доказать, что их работа важнее и круче. А иногда эти группы и вовсе саботируют друг друга в самый неожиданный момент. Еще Рич советует не просить помощи у коллег, ведь они могут специально направить тебя по неверной тропе. Действительно, зачем им создавать себе конкурента за бонусы, подсказывая тебе верное решение? Другой бывший сотрудник Valve также рассказывает, как сложно ему было получить любой адекватный фидбэк. Ты, конечно, можешь послушать советы от сотрудника, который уже 5 лет работает в Valve, но можно ли доверять таким советам? Ведь он скажет тебе одно, а по мнению корпоративной руки, ценность может представлять совсем иное. Да и что мешает этому устарожиле дать тебе вредный совет, чтобы на фоне твоего провала по итогам цикла получить какой-нибудь жирный бонус? Кроме того, если ты сам кому-то помогаешь и модифицируешь чужой код, то тебя же потом и могут обвинить во всех фейлах проекта. Зато вот этих ребят я могу обвинить лишь в написании топ комментариев. И это, ты лайкусик и с колокольчиком-то не забывай. Так что же по итогу не так с Valve? Что ж, их система без начальников это миф. На самом же деле, компания управляется иерархической структурой, которая наделяет некоторых сотрудников привилегиями, а вместо прямых указаний используют изощренные методы манипуляции. Если так задуматься, то это чем-то смахивает на коммунизм. То есть, по идее, все должны быть как бы равны, но на самом деле есть парочка людей просто с безграничной властью, и есть весь остальной народ. При этом Valve'овские системы бонусов и оценки коллег создают враждебную рабочую атмосферу, а также приводят к тому, что большинство сотрудников не фиксят критические баги, а разрабатывают изощренные способы выкачивания денег из игроков. Из-за такой рабочей системы, по сути, провалился движок Source 2. Дело в том, что Valve тогда решили нанять кучу новых сотрудников для работы над этим движком. Только вот новички понятия не имели, как работает система бонусов. В результате, в конце цикла старички, работавшие над былыми проектами на первом сорсе, получали бонусы, а новички, полгода потевшие над новым движком, попадали под сокращение. При этом они покидали Valve полностью измотанными и в непонимании, что же они сделали не так. Старичков же все вполне устраивало. Они сидели на старых прибыльных проектах и спокойно лутали бабки. А всех новичков тупо кидали в мясорубку второго сорса. Само собой, когда разработчики движка менялись каждые полгода, результаты у него были так себе. Хотя знаешь, история провала второго сорса и отмены кучи игр самих Valve, это вообще отдельная история. И про нее расскажу во второй части темной истории Valve. Также ты узнаешь и про Гейба с его гениальными приемчиками манипуляций. Давай наберем 10 тысяч лайков под этим роликом, и я запилю продолжение. А пока напоминаю скачать и заценить Perfect World по ссылочке в описании. Факт дня. Гейб Ньюилл организовал у себя дома слесарную мастерскую, где периодически изготавливает мечи и ножи. В его коллекцию холодного оружия входит более 600 экземпляров.